Доброго вам времени суток и для того чтобы привести мысли в порядок, которые вот у вас хаотично сейчас располагаются вследствие наличия определенных проблем, определенных эмоций, желаний и прочего. Для того чтобы привести их в порядок нужно последовательно продолжить по полочкам в зависимости от приоритета, от важности, важные проблемы, дела, стремления, цели и так далее. И по каждой проблеме, которая есть, путем заострения только на ней в довольно ограниченном по времени периоде Внимание назначить прогнозировать себе решение и представить когда вы будете выполнять это решение, когда вы будете двигаться в этом направлении. То есть по каждому проблемному моменту вам нужно выработать стратегию поведения. По каждому желанию вам нужно наметить в себе пути достижения этого желания. А для этого самое главное, необходимое условие для этого, это не распыляться. То есть вот обычно почему говорят, что вот у меня мысли беспорядки, потому что человек своим сознанием стремится охватить сразу все сферы проблемными, сразу все. А это ну все-таки не верно, потому что человек не может сразу все решить, у него есть ограниченное количество элементов, которые он может удерживать в своем сознании, это 7 плюс минус 2. И это означает, что если у вас элементов больше, или если вы все время стремитесь все новые и новые элементы в своем сознании удерживать, то получается распыление и мысли начинают двигаться хаотично. То есть для начала, для начала нужно сделать так, расслабиться и постараться вот вообще какое-то время ни о чем не думать. То есть занять себя каким-нибудь делом, которое бы отнимало бы все внимание, а после начинать решать проблемы с наименее сложных их вариантов. Взяли самую несложную проблему и подумали, как можно эту проблему решить. Решение наметили, запомнили примерно образ, как вы будете решать эту проблему и оставили. Потом следующую проблему посложнее и так далее, 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 далее. И вот благодаря этому вы сможете упорядочить своим мыслям. Также важно понимать причины. Причины того, что с вами происходит. Почему вы видите то, а не иное? Почему у вас, например, возникло то или иное препятствие? Почему возникло именно оно, а не другое? И из чего оно возникло? Понимание причин, проблем. Понимание причин, по которым вы не можете осуществить те или иные свои потребности и желания именно сейчас, поможет также упорядочить ваши мысли. Потому что, когда человек не представляет, как ему разрешать сложные жизненные ситуации, когда он не видит оптимального решения и когда он не понимает, почему происходит то или иное событие в его жизни, мысли начинают циркулировать по кругу. По сути, это вопрос, что я могу сделать, ответа не получается, то решение, то или иное решение не подходит и все начинается с начала. В этом направлении особо важно и отдельно стоит вопрос, посвященный проблеме выбора, проблеме волевого решения. Ведь для того, чтобы принять решение в плохой ситуации и тем самым решить проблему хотя бы в проекте, хотя бы в теории, потому что конкретное решение будет после того, как вы своим поведением это решение осуществите. Так вот, оптимальное решение, хотя бы в теории, связанное с тем, что вам нужно выбрать. И бывает так, что выбор не устраивает. То есть вот есть какие-то варианты решения на выбор, но эти решения не нравятся. Они выглядят для вас наиболее, абсолютно все решения выглядят неприятными, неприемлемыми и так далее. И это, как ни странно, называется тупик. То есть такой вот мыслительный, эмоциональный тупик, когда человек не знает, что ему делать, какое решение ему принять. И в этом случае важно постараться, как бы отстраниться от восприятия ситуации в целом. Есть такой прием у терапевтов, согласно которому мир, который мы воспринимаем в его целостном проявлении – это фон и фигура. Фигура – это то, что является носителем нашей проблемы, ключевым источником наших проблем. Как правило, фигура – это человек, как правило, фигура – это какой-то объект, ярко-выстренный объект в нашем сознании. И решение проблем мы всегда связываем с фигурой. Но это неправильно. Это является логической ловушкой, логической ошибкой. На самом деле, фигура – это лишь один предмет в нашем восприятии. Но он нам кажется главным в силу эмоциональной привязанности к нему. Поскольку эмоциональная привязанность есть субъективное проявление человека, то есть это только его личное и на этот же предмет, на этого же человека другой субъект будет реагировать совсем иначе. То есть это лично ваше переживание, лично ваша эмоциональная окраска. Ситуация заключается в том, что представление проблемной ситуации без фигуры, то есть воображение, вам нужно убрать фигуру и оставить только фон, фигуры. Поможет определить неожиданные способы решения, которые несут за собой наименьший уровень ущерба вам и тем самым является наиболее приемлемым решением. Также следует понимать, что при принятии решения никогда не бывает так, чтобы все остались довольны, всегда будет кто-то недоволен. И если вы принимаете решение, то вам нужно определять в порядке приоритетности чьего недовольства или наоборот, чья радость для вас приоритетнее. Допустим, это ваш близкий человек, один ваш близкий человек, второй, третий, ну а дальше уже это не особо важно. И было бы хорошо, если бы вы не забывали о себе, то есть сперва это все-таки ваша реакция, потом реакция близкого человека, может быть, не каких близких людей, например, семьи, и только после этого уже, собственно говоря, реакция других людей. Вот примерно так. Используя эти средства, мощно привести мысли в порядок. А получится у вас это сделать самостоятельно? Хорошо. Если вы не сможете, то вам нужно будет обратиться к любому эксперту на нашем ресурсе для того, чтобы он помог вам в этом, то есть помог вам правильно использовать средства и тем самым наладить, значит, ваше восприятие, упорядочить мысли и внести ясность в них, четкость и последовательность, что необходимо для осуществления успешной деятельности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Спасибо. 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 Спасибо.